2021 год для спортсменов и физкультурников Муравленко стал годом достижений и побед. Пятеро из них выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта. Это представители отделений Восточного боевого единоборства, каратэ-сетакан, пожарно-спасательного спорта, тяжелой атлетики и художественной гимнастики. Открывает пятерку лучших Анна Прокопчук. Она занимается художественной гимнастикой с 2011 года. Три года назад завоевала спортивный разряд кандидат в мастера спорта. В этом году подтвердила его. Анна Прокопчук тренируется под руководством тренера Анастасии Варлаковой. Неоднократно гимнастка становилась лидером городских и окружных состязаний. Тяжелоатлет Кирилл Плотников также выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Я отобрался на первенство России и буду представлять Ямал-Нинский автономный округ. Во-первых, это олимпийский вид спорта и он один из самых красивых. Сегодня он бронзовый призер первенства России. Престижные соревнования прошли в городе Грозном Чеченской республике, где Кириллу удалось войти в тройку сильнейших спортсменов страны. Сразу двум каратистам Амелю Гасарову и Роману Треневу с отделения восточных боевых единоборств каратэ-сетакан также присвоили спортивные разряды кандидат в мастера спорта. Оба тренируются под руководством тренера Юрия Чалова. Пока тренировочный процесс приостановлен, но планы на новый 2022 год грандиозные. Согласно расписанию календаря на 2022 год у нас мероприятие первенства России, всероссийские соревнования, первенства федерального ухода. Но для начала нам нужно сформировать сборную. Закрывает пятерку кандидатов в мастера спорта Максим Иванов. Он представляет отделение пожарно-спасательного спорта. Представители этого направления ежегодно показывают самые достойные результаты на уровне муниципалитета, округа и страны, защищая не только честь города, но и всего Ямала. Анастасия Попова, Пётр Князев, Новости, Муравленко.